привет друзья сколько же можно сделать прекрасных вещей из металла сейчас я вам покажу что из него можно сотворить и тикахом это качество вот кровлю посмотрите сколько здесь элементов верхняя часть это гравийная защита которая держит гравий далее у нас идет резиновая мембрана которая заходит за эту планку и зажимается ей то есть по крепежу мембрана сверху ничем не дыряется зажата исключительно уже в плоскости схода воды предварительно под резину у нас заходит капельник то есть резина получается заходит на капельник и зажимается этой планки потом идет наша система разработанная это скрытый водосток водоотлива желоба крепеж еще один капельник который выходит вниз то есть он заходит вот сюда сверху укладывается труба это оцинкованная сталь толщиной 0 8 миллиметра два раза прогрунтованная помимо оцинковки потом идет декоративный короб вот мы его видим снизу идет первый элемент карниза это чисто декорации и снизу идет второй элемент карниза это тоже декорации крепежи практически скрытые везде то есть ничего не видно как она работает ну и по декорациям как я говорил у нас же основной упор это на скрытый крепеж вот если здесь посмотреть то вы не увидите практически ни одного крепления которые вот именно на фасадной части это касается и боковых как бы декораций и нижнего отлива вот тоже нету нигде ни шурупов ни болтов ничего вот такая же система вот декоративная вставка посреди витрины тоже без крепежа то есть он внутренне скрытый ну и так далее то есть мы же на это обращаем особое внимание здесь в чем фишка по большому счету мы применили вот систему таких скрытых замков то есть именно замок он имеет внутренний крепеж а уже декоративный элемент он вставляется со своим замочком и там внутри происходит защелка по этому принципу по сути работает вся вот эта система это очень красиво и аккуратно а крепеж основное живут видно его здесь с обратной стороны вот здесь он имеется и когда сюда встанет декоративная плита она подойдет прям краю отлива декорации ну и соответственно закроет вот эту планку а сами панели они имеют свой внутренний крепеж они подвешиваются как бы на клипсы внутренние таким образом фасад получается разборный если надо добраться до него мало ли чего там стекло кто-то разобьет или еще что то то сначала снимается фасадные плиты которые опять же на клипсах потом мы добираемся до декораций откручиваем снимаем далее откручиваем вот этот замок у него крепеж внутренней и добираемся до стеклянной ветрины такая же история у нас и по нашим желобам водосточным системам тоже обратите внимание что крепежа вы нигде не увидите он также скрытый вот ну и сам короб водосточный он тоже скрытый это современно красиво если это покупать это понятно что не наша разработка мы ее мягко говоря стырили такой приемщик но если это приобретать у поставщика коих много но они как бы все типа аля фирменные ребята да то стоит все очень дорого вот это поэтому мы это сделали сами ну и по большому счету не сильно уж такое знаете высокотехнологичное производство то есть вот станок который мы приобрели он как раз этими делами очень хорошо справляется вот ну а дальше дело техники понятно люди люди у нас хорошие и в принципе работа однотипная соответственно можно набить руку и производить их много подготовку закончили к фасадам уже козырьки водяные желоба скрытые все поставлено смонтировано козырьки подкрасили зашпаклевали закрасили сделали уже обрешетку под навесные фасады и это по всему периметру дома практически с этой историей у нас полный финиш подняли стеклопакеты это ограждающие террасы наши стеклянные наверх каждый ящик по тонней весом балки бетонные под крепеж отлиты и на первом на втором этажах и сейчас мы ждем шину алюминиевую крепежную мы ее заказали в турции она уже произведена осталось решить вопрос с доставкой как только получаем монтируем мы примеряем наши стекла процесс идет только вперед а пока пока